Доброе утро, дорогие друзья. Итак, пятница. Пятница. Перед нами шаббат. Шаббат дней. Десяти дней раскаяния. Это мега-шаббат, очень важный. Вообще, дни эти самые важные. Эти 10 дней, когда человек меняет от приговора в Рошашана до утверждения приговора и печати в Йом-Кипур, он может поменять судьбу, может поменять все эти, как прожить эти дни, что делать, очень важно. В эти дни особенно четко встает один вопрос, который всегда должен задавать человек себе. Но сегодня самое важное, есть у мира хозяин или нет. Есть два типа развития мира. Надо подумать, полуответы, полувопросы здесь не работают. Тут, если нету хозяина мира, ну гуляй, прожигай, как говорится, все протоплазма единая. В мире лишен нам предназначения вообще не может быть понятия добра и зла. Если нет хозяина мира, нет цели, все случайно, то нету ничего, все амебы кругом. Какая может быть мораль у амебы, да? Нет какой-то цели, даже добро и зло тогда в таком случае не имеет цели. Без веры все, все ценности, все теряет универсальность. Мораль превращается в пустяк. Ничего не стоит, там, какая разница, что-то я убил, зарезал, украл, какая разница. А если у мира есть хозяин и есть цель создания, и каждый из нас для чего-то создан, есть цель этого творения, тогда надо не жаловаться с утра до вечера, а подумать, что я могу сделать такое. Что я могу такое сделать, чтобы идти по дороге своей цели, чтобы достигнуть ее, каким-то образом ее найти. В трактате все говорят, что там плачут, так было предрешено. В трактате Перкея вот сказано, что все предрешено, но свобода дана. Как можно совместить такие странные вещи? Простую притчу. Один царь завоевал город, ему предстояло въехать в него как победителем. В городской стене было двое ворот, одни большие, одни маленькие. И там же находился знаменитый еврейский мудрец Иханан Айпшиц. Царь обратился к нему с вопросом, ему сказали, что такой мудрец, сумеет ли он предугадать, через какие ворота я вступлю в город. Граф подумал, записал ответ на листочки, запечатал в конверт и вручил царю. И предложил его вскрыть после окончания церемонии. Царь подумал, что ему, конечно, надо вступать через большие ворота. Царь, но тут же решил так, это ясно и малому ребенку, значит надо идти через маленькие. Но об этом тоже можно догадаться. Тогда он думал, думал и решил, его осенило. Он приказал сделать пролом в стене, между теми и другими воротами, и въехал в город через этот пролом. Затем достал конверт, и там было написано, царь проломит ограду. Мы видим, что у царя была полная возможность самостоятельно, без принуждения, сделать выбор. Но несмотря на это, мудрец с самого начала знал, каким будет выбор. А Бог, который нас создал, конечно, знает все, что мы сделаем, скажем и так далее. Но люди обычно об этом не думают. Люди заняты, люди заняты важнейшими вопросами. Когда вымерли динозавры? Когда там появились инопланетяне? Заняты вот этими важнейшими вопросами. Но прежде чем ревновать, сволноваться, сердиться, вопрошать, почему со мной, почему эти неприятности временные, сменяющие, приходящие. Почему не задать себе один основной вопрос? Человек должен его себе задать. А чем я вообще появился в этот мир? Почему мне было суждено явиться именно таким, как я есть? Почему именно для этого, вот в такое время, в таком месте, в таком году, у таких родителей, при таких обстоятельствах, в чем такой разум, почему такие чувства, такое постижение? Не говорю уже о том, кем ты был прежде в прошлом мире, перед тем, как родился, сколько раз ты появился на свет. Эти вопросы, наверное, должны заботить нас. А иначе зачем жаловаться на события твоей личной жизни, причины, которые скрыты неведомыми корнями, которые уходят в прошлое и в прошлое его прощение? Ладно, не будем так глубоко. До Йом-Кипура осталось несколько дней. И начинается ощущаться тревога. Если написано, если у человека из души она начинает ощущать тревогу. Но если человек помогал эти дни, я уже не говорю весь год, физически, морально поддерживал свою семью, родственников, соседей, жителей города, кого вы хотите, да? Его сослуга очень велика. И милосердие, которое он проявил к другим, возвращается к нему по принципу мера за меру. И оно обязательно хранит его в трудных жизнях ситуациях, и каждый из нас будет хранить в великий и страшный день Йом-Кипура. О таких людях сказано, думающим о милосердии, милосердие окружает. И не нужно для этого обладать особым духовным или материальным уровнем. Каждый из нас может улыбнуться жене, погладить ребенка, дать мелкую монету нищему, сделать множество подобных милосердных поступков. Эти маленькие добрые дела, казалось бы, небольшие, да, станут для человека огромной заслугой в час его суда. Сила тздаки, которую вы даете, если вы с кем-то поделились своими деньгами, вы как бы оторвали от себя. И там, где есть благотворительность, там обменяются любые негативные решения. Она все побеждает. И надо помнить одну вещь. Написано в Кабале, особенно в эти дни важно помнить. У каждого народа и у каждого отдельного человека есть своя планка, свой потенциал, полученный от Всевышнего. По степени реализации этого потенциала оценивается наша жизнь и наш нравственный уровень. Браха вецлаха.